Студентка-лыжница, да и просто красавица, Яна Кирпиченко сейчас вкатывается в сезон. Не так давно наша землячка взяла старт на одном из этапов Кубка Мира. Турнир завершился в горнолыжном курорте Рюке в Финляндии. По итогам забегов классическим стилем Яна прибежала 33-й. Это позже, на 2,5 минуты от норвежки Терезы Йохаук. Как говорят эксперты, это только начало, к лучшей форме россиянка готовится. Именно Яна, по нашей информации, сейчас главный претендент на включение в состав отечественной дружины, которая представит страну в марте на домашней универсиаде. Окончательное решение должны принять в Москве. 13 на двоих, именно столько шайб набросали в ворота друг друга хоккеисты-юниоры из Кургана и Барнаульского Алтая. Вот только дружина Евгения Бакланова все же забросила на три больше. Результат встречи получается 8-5 в пользу Алтая. Юниор из Кургана сейчас один из ближайших преследователей наших земляков. Дело в том, что барнаульцы занимают шестую строчку, хозяева льда – седьмую. В то же время у красно-синих больше сыгранных матчей и целых четыре встречи. Выходит, что ценность заработанных очков возрастает в разы. Все в том же Кургане запланирована вторая встреча между командами. После этого Алтай переедет в Орск, где их будет ждать аутсайдер-лиги Южный Урал-Металлург. Барнаул ожидает триумф. Так называется новый зал, который откроет бронзовый призер Олимпийских игр Иван Нифонтов. Там ждут детей, готовых заниматься борьбой и художественной гимнастикой. Торжественный запуск современного центра намечен на 1 декабря в торговом центре «Арена». Это будет уже третий подобный зал в крае, основанный знаменитым спортсменом. Один открыт в Бийске, другой в Барнауле. Кирилл Политов. Наши новости. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok